Всем большой привет! Сегодня мы будем готовить муссовый торт клубника с белым шоколадом. Это будет два муса. Один на основе белого шоколада, другой клубничный мусс. Делать мы будем вот в такой вот прикольной форме. Силикомарт, называется она Баба. Вы увидели все, в инстаграме Алешка выставила кучу форм всяких новых, которые мы приобрели. Все, пошли они в ход. Начинаем вот с такой вот. Мы не будем делать основу для этого торта. Вот я не хочу, я не знаю почему. Вот в этот раз мне не хочется. Мне хочется, чтобы этот торт был просто воздушный. Но все-таки мне хочется добавить сюда небольшой такой хрустящий слой. И этот хрустящий слой будет у нас штройзель. Мы его просто между слоями насыпем. И с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что взбиваем сливки. У нас идут сливки и в клубничный слой, в мусс, и в мусс белый шоколад. Поэтому мы сейчас сразу забьем на оба слоя и потом просто по весам, по весу будем брать. И начинаем взбивать. Взбиваем на минимальной скорости, постепенно увеличивая до максимальной. Сливки взбиты, пока они стоят у нас при комнатной температуре и ничего не будет. Засыпаем желток сахарной пудрой и взбиваем до пышной массы. Желтки у нас взбиты. И сейчас мы добавляем сюда растопленный желатин. Отжатый, выброшенный сюда в контейнер и расплавленный в микроволновке. Тоненькой струйкой вводим. Тоненькой струйкой вводим и взбиваем миксером. И сюда же мы вводим растопленный белый шоколад. Масло у нас готово. И сейчас нам нужно дождаться, чтобы она стала комнатной температурой. Для того, чтобы ввести сюда сливки. Оставляем ее вот так вот прямо на столе. В холодильник не убираем. Добавляем сливки и взбиваем. Перемешиваем точнее. Все, наш мусс готов. Видите, когда он становится вот таким вот глянцевым, нет ни одного комочка. Все, значит мусс готов. И перекладываем наш мусс в мешок кондитерский. Отсюда удобнее всего всегда мусс бывает в форму отсаживать. Если она такая каких-то изумительных оригинальных форм. Как любят делать силикомар. То есть если она необычная у вас. Круглая или квадратная. И все, выкладываем наш мусс. Каждый шарик обязательно не забывайте. И сейчас хорошенько делаем вот так, подкидываем. Видите, воздух будет лишь не выходить через вот такие вот дырочки. И равномерно на дне он распределится. Потому что дно же у нас вот волшебное такое, с пупырочками. И тут немножко мы выравниваем. Я испекла штройзель. Как сделать штройзель, я оставлю ссылку под видео. Вы посмотрите обязательно. Мы уже готовили его на канале. Поэтому сейчас мы делать не будем. И этот штройзель я вот так вот крошу. Это будет наша прослойка. Вот такой размер примерно крошки у нас получается. Слишком мелко не делайте. Так, чтобы они вот хрустели и было вкуснее, прикольнее будет. Высыпайте вот так вот хорошим слоем, чтобы они чувствовались. И слегка вот так вот утопите его для того, чтобы выровнять место для клубничного мусса. И убираем заморозку до тех пор, пока будем делать клубничный мусс. Ну а сейчас мы делаем клубничный мусс. Что нам для этого нужно? У меня здесь клубничное пюре. Оно у меня уже готовое. Я уже много раз говорила, что сейчас я не делаю пюре и покупаю его готовым. И в этом пюре уже есть сахар. Поэтому я от рецепта добавляю сюда его всего 50%. Но вам в описании напишу полный. Учтите это, если у вас тоже пюре, что и у меня. В общем, в пюре я насыпаю сахарный песок и лимонный сок. Включаю плиточку и мне нужно это прогреть так, чтобы просто сахар полностью растворился в пюре. Все, мое пюре готово. Сахар полностью расплавился. И сейчас я насыпаю сюда... Ой, не насыпаю, а кладу сюда отжатый, набухший отжатый желатин. И хорошенько все это перемешиваем. Следите, чтобы желатин полностью разошелся. Не оставалось никаких ни хлопьев, ничего. Но, в принципе, наша масса достаточно горячая, и поэтому он тут практически сразу и расходится. Все, пюре у нас готово. И сейчас мы при комнатной температуре ее охлаждаем, чтобы ввести сюда потом сливки. Клубнику настала комнатной температуры. И добавляем сюда взбитые сливки. Те сливки, которые мы ранее уже взбивали. Как я уже говорила, они у нас тоже стояли при комнатной температуре. Потому что процесс очень быстрый. Тортик небольшой, видите, все очень-очень быстро у нас получается сделать. И заливаем клубничный мусс. Он получился у нас более жидкий, чем белый мусс. Но все, у нас все равно схватится. Ммм, такой запах прям клубничного мороженого, да? Вот такой вот обалденный. Он, знаете, как сейчас пахнет. Почему я сделаю именно такое сочетание? Потому что, если вы знаете, есть такое мороженое, в брикетах продается одна часть шоколадная, другая клубничная, а третья ванильная. Вот я хотела что-то подобное сделать, только без шоколада, чтобы такой вот нежный вкус был, как клубника со сливками. В общем, убираем это сейчас в морозилку. Нам нужно, как обычно, чтобы наш торт заледенел 5-6 часов минимум. Всем привет еще раз! У нас прошли 2 дня, и торт заморозился. Это, кстати, вот еще вам ответ на вопрос. Многие спрашивают, а можно ли заморозки торт держать до покрытия ни 5 часов, ни 6, ни сутки, а чуть больше. Можно. Вот наш тортик великолепно 2 ночи простоял в холодильнике, пока у нас ручки до него не добрались. И сейчас мы будем его велюрить. Еще хочу момент сказать. Велюр у нас будет такого лилового, фиолетового цвета. Я считаю, что не всегда то, что мы видим внешне, как украшен торт, это должно совпадать с внутренним его содержанием. Потому что у меня фантазии гораздо больше, чем фруктов и цветов этих фруктов. В общем, чтобы вы знали, мне всегда все равно бывает, что там внутри. Если я чего-то хочу сообразить внешне, я это сделаю. Достаем торт из формы. Сначала нужно очень аккуратно вот так вот отсоединить краешек, чтобы не потащить мусс и не сломать его. Все, как только бортики у нас отлепились, мы это делаем еще сильнее, вот так. Ну и все, в принципе, можно уже втаскивать отсюда мусс, просто выгибать форму. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот такой вот интересный торт у нас получился. Если честно, я не довольна тем, как я покрыла его велюром, потому что у него вот эти вот яички, которые торчат. Когда вы начинаете работать краскопультом, у вас как минимум 30 см расстояние должно быть. Когда я начинала покрывать сначала края, все было хорошо, но вот проблема именно была с покрытием верха. Мы наклоняем краскопульт, и тут, в общем, я дезориентировалась и слишком близко поднесла, и у меня краска просто поплыла вот так вот по верхушкам. И сейчас у меня наверху не велюр, а просто, просто краска. В общем, короче, я не довольна, как я сделала, но ничего страшного, у всех бывают провалы, вот мой такой эпик фейл. Небольшой, но тем не менее, он очень красивый, конечно, в любом случае. И самое главное, что он вкусный, потому что, мне кажется, сочетание вот этой клубники со сливками любит, ну, практически каждый. Давайте мы его порежем, посмотрим, что там внутри. Смотрите, насколько нежнейший у нас мусс, вот эта вот крошка. Тортик еще не совсем оттаял, видите, оттаивать он должен либо при комнатной температуре, либо в холодильнике. Но вот уже видно его консистенцию, абсолютно волшебно. Ну вот и все на сегодня. Спасибо, что посмотрели это видео. Всех обнимаем и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok